Регион с открытой экономикой. Гомерская область за все это была арендована на внешние рынки. Зараз за меже Беларуси накеровывается каля 60% продукции. В минулом годе экспорт товаров коммунальными и приватными организациями повеличился на 22%. В абсолютных лишьбах это плюс у Амаль 200 миллионов долларов. Планы на этот год предуглеживают и еще больше значное нарушение объема экспортных поставок. Во-первых, безусловно, осваивать новые рынки, потому что наша зависимость от стран ЕРЗС и в России 80% удельный вес экспорта у нас туда идет, поэтому мы активно работаем над освоением новых рынков. Это и азиатских рынков, и Китай, куда достаточно сложно пробиться, но мы сегодня уже потихоньку начинаем туда поставлять продукцию. Тем более перед нами стоит задача в этом году как минимум на 4 миллиона долларов отправить продукции в Китай. Ну и, конечно, европейские страны. Мы тоже перед собой ставим задачи в этом году нарастить экспорт туда где-то на 55 миллионов долларов. У значной ступени селетние планы грунтуются на новых махчымастях модернизованных предприемств, у якея теперь сдольная выраблять новую конкуренто-здольную продукцию. Причим, шукать потенциальных партнеров будут сютым лику и подчас уделу наших делегаций у международных форумах, выставах и кермашах. Сярос запланованного на этот год международная выстава у Китая, Экспо Китай-Еуразия, инвестиционный форум у Казахстане, международная выстава кондитеров у США в виде деловых колов у Японию и первый форум регионов Беларуси и Украины. А прачатаго, пачес поседжения Аблвыконка могуще напропоновый провести анализ интернет-сайтов предприемства, у якея же цявляют внешнеэкономичную деятельность. Размешанная на их информация далеко не заусюда з'является актуальный, таго ж не усе сайты мают версии на замежных мовах. Тычится гэта у тымлику и сельско-гаспадарчах предприемствов. Сёня сусветные цены на мясную и молочную продукцию повеличиваются, а гэта додатковые махчымасцы для нарушивания экспорту. Пришым тут шмат будзе залежыць адвынников проведения весновой сяубы и отрымания ураджаю достаткового для развития живелого доли. У областного комитета по сельско-гаспадарце и харчаване прогноз оптимистычный. В весеннюю поселную кампанию запланировано в этом году сев яровых зерновых и зернобобовых культур на площади порядка 165 тысяч гектар. Сев кукурузы на зерно на площади 78 тысяч, что позволит аграриям Гомельской области обеспечить выполнение доведенного государственного заказа по поставке зерна, засыпать семенной материал и обеспечить общественное животноводство кормами под полную потребность. Олег Шенчуров, Ольга Коновалова, Валерия Гапанько, Телерадо, компания Гомель.